А Венера еще и в обратную сторону вращается, что совсем ни в какие ворота. Сутки на Венере примерно три наших месяца длятся. Земля поддерживает комфортную температуру, а на Венере адскую. Какие-то организмы поднимали голову из-под венерианского грунта, осматривали, что это там на них свалилось сверху на парашюте, а потом опускались и пропадали обратно под грунтом. Привет, это Неземной подкаст. Здесь астроном Владимир Сурдин рассказывает о космосе. Компетентно, но увлекательно. Сегодня мы поговорим об изучении Венеры, узнаем о самых интересных находках на этой планете и услышим, как она звучит. Владимир Георгиевич, почему в нашей стране делали ставку на освоение Венеры? В начале 60-х, когда первые ракеты смогли достичь второй космической скорости, то есть оторваться от Земли и улететь вдаль, и наши, и американские инженеры стали посылать космические аппараты и к Венере, и к Марсу, примерно в равном количестве. Но история показала, что наши аппараты до Марса, как правило, не долетали в работоспособном состоянии, все-таки туда лететь 8-9 месяцев, а к Венере, куда лететь 4-5 месяцев, не больше, иногда даже 3,5, бывают такие ситуации, наша электроника выдерживала лучше. И ставка была сделана в советской космонавтике на исследование Венеры. И это оказалась очень хорошая мысль, потому что то, что мы сделали по Венере, никто не повторил до сих пор. Это уникальные были полеты. С Марсом нам, честно говоря, не везло. А у Венеры везло очень. Ну, тоже не сразу. Никто не предполагал тогда, что у поверхности Венеры атмосфера будет такая адская. Давление около 100 атмосфер, вот там 95, может быть, 93 на вершинах гор, а в низинах, в самых низких местах около 100 атмосфер, а температура 460, 470 градусов выше нуля. Для электроники это невозможная температура. Да и давление тоже не каждый аппарат был способен выдержать. Я напомню, первые наши попытки сесть на парашюте, опустить зонд на поверхность Венеры заканчивались неудачно. Опускаясь, он был, в конце концов, смят давлением атмосферы. Стали делать более прочные корпуса. Аппараты опускались ниже, но всё равно атмосферное давление их ломало. И, наконец, был сделан, если помню правильно, Венера-7, кажется, аппарат из титана, рассчитанный на давление в 200 атмосфер. Знаете, инженеры сказали, «Эх, а ну-ка сделаем подводную лодку!» И на самом деле, такое давление в поверхности Венеры, как в наших океанах на глубине одного километра, куда не каждая подводная лодка веснёт напуститься, обычно они так глубоко не ныряют. Ну, и титановые корпуса стали выдерживать. Оказалось, что это перебор, что 200 атмосфер там, конечно, не бывает, но около 100 атмосфер приходится выдерживать. Корпуса, да, выдерживают, но температура просачивается тепло внутрь аппарата и убивает электронику примерно за час-полтора. Максимум, что удавалось, это около двух часов работать на поверхности Венеры, после этого электроника выходила из строя. Ну, два часа это тоже немного, и нам удалось очень неплохо там поработать, даже сверлить грунт Венеры, брать образцы грунта, заносить их внутрь аппарата в герметичный корпус и там исследовать. Это вообще уникальная операция. В таких условиях никто никогда этого не делал. Ну, и, конечно, фотопанорамы. Сначала они были чёрно-белые, и настолько плотные облака у Венеры, что сначала инженеры сомневались, что хватит света, что он просачивается сквозь облака, солнечный свет, и достаточно ярко освещает поверхность планеты. Поэтому на первых наших посадочных зондах были мощные прожектора, лампы, которые должны были подсвечивать ландшафт. Мы потом убедились, что это не нужно. Да, солнечный свет плохо просачивается, но только солнце ближе к Венере, чем к Земле. И, в общем, там примерно такая же освещенность, как у нас в пасмурный день. То есть вполне нормально можно фотографировать. И, в конце концов, сделали и чёрно-белые, а затем и цветные фотографии Венеры. Хотя цвета там не очень много. Эти облака пропускают только оранжевый свет в поверхности Венеры. Так что всё там освещено оранжевыми лучами. Если помните, в конце 50-х было два знаменитых романа Ефремова и братьев Стругацких. Планета Бурь и Страна Багровых Туч. Так вот, действительно это оказалось. Планета Бурь и Страна Багровых Туч. Всё внутри, под поверхностью, под облаками освещено только багровым, оранжево-красным цветом. А в смысле Бурь, Венера, наверное, самая бурная из подобных Земле планет, потому что там непрерывно дует мощный ветер. И он за четверо суток обносит облака вокруг планеты. Представьте себе, планета-то размером с Землю. А за четверо суток верхний слой оглачинсти облетает, делает кругосветное путешествие. Это фантастика. Это называется супер-ротация атмосферы. Честно говоря, физическая сторона этого процесса до сих пор не очень ясна. Как работает эта мощная тепловая машина, которая крутит атмосферу Венеры относительно ее твердого тела. А твердое тело планеты почти неподвижно. Это тоже загадка Венеры. Если Земля вращается с периодом 24 часа, то Венера делает оборот за, сейчас скажу, я выписал точно, ну, 243 земных суток. Там 242 с копеечками. 243. Это две трети нашего земного года. Кстати, год на Венере меньше длится. 225 наших земных суток. То есть там один оборот планеты вокруг оси длится дольше, чем ее оборот вокруг Солнца. Ситуация совершенно ненормальная. И до сих пор нет какой-то внятной гипотезы, как же это сложилось. Дело в том, что долго считали, что Венера когда-то имела спутник, такой же, как Луна у Земли, может быть, был у Венеры. А поскольку Луна, наша Луна, тормозит вращение Земли, то и спутник Венеры тоже мог затормозить вращение Венеры. И даже сваливали эту роль на Меркурий, что якобы Меркурий когда-то был спутником Венеры, он затормозил ее вращение, сам удалялся от нее, и в конце концов убежал и перешел на собственную орбиту вокруг Солнца. Красивая была идея, но она не оправдалась. Расчеты показывают, что этого не могло быть. Вторая идея пришла уже, глядя на другие планеты, например, на Уран. Уран вращается лежа на боку и довольно своеобразно. Ну и единственное объяснение этому мощный удар по планете со стороны другой небольшой планеты. А могла ли Венера испытать такой удар и затормозиться от него? Скорее всего, нет, потому что она идеально по круговой орбите обращается вокруг Солнца, и идеально ось ее вращения ориентирована относительно ее собственной орбиты. Она строго, ну почти перпендикулярна. Если бы Венера испытала мощный удар со стороны другой небольшой планеты, которая затормозила ее вращение, то она и ось своего вращения тоже как-то положила бы на бок. А этого, очевидно, нет. Значит, пока мы в растерянности. Как Венера приобрела свое удивительное вращение? И я добавлю еще, она не просто медленно вращается, она в обратную сторону вращается. Все планеты вращаются туда же, куда движется вокруг Солнца. И это естественное объяснение имеет, как они формировались. А Венера еще и в обратную сторону вращается, что совсем ни в какие ворота не лезет и требует какого-то особенного объяснения. Пока мы его не имеем. Меркурий ближе к Солнцу, но температура на Венере выше. Почему? Да, на первый взгляд парадоксальная ситуация. Меркурий почти вдвое ближе к Солнцу, чем Венера. Меркурий черный. Он почти не отражает солнечный свет, а значит все впитывает в себя и должен нагреваться. Венера яркая. Она 90, ну 88% солнечного света отражает своими облаками. То есть не впитывает его, он не проходит в поверхности. Значит она должна быть холодной. Когда измерили, оказалось, что Венера намного горячее у поверхности, чем Меркурий. В чем же дело? А дело в том, что называется парниковым эффектом. Давайте вспомним. Ранняя весна. А грядки еще иногда покрыты снегом, а если снег растаял, то все равно земля холодная. Мы ставим небольшой прозрачный сарайчик, покрытый стеклом или пленкой, и у него через несколько дней внутри него земля нагревается и начинаются исти растения. В чем дело? Почему парник нагревает землю внутри себя? А он покрыт прозрачным для солнечного света веществом, это стекло или полиэтиленовая пленка. Но когда солнечный свет проходит внутрь и нагревает поверхность земли, земля хочет охлаждаться, а как ей сбросить тепло? В парнике теплый воздух заперт, он не выходит. Остается одно, излучать тепловые инфракрасные лучи. Но и они не проходят сквозь стекло или сквозь полиэтиленовую пленку и тоже оказываются запертыми. Вот такой парниковый эффект работает на Венере. Ее атмосфера состоит почти из чистого углекислого газа, СО2. А у него свойства очень похожи на стекло. Он неплохо пропускает солнечный свет в поверхности планеты, но очень плохо выпускает обратно тепловое инфракрасное излучение. Оно накапливается под облаками и греет поверхность. Поэтому и зимой, и летом, а на Венере на самом деле нет ни зимы, ни лета, ни и днем, и ночью, ну, ни и ночью там, конечно, есть, хотя они длятся очень долго. Сутки на Венере примерно 3 наших месяца длятся, солнечные сутки. Но независимо от этого, и зимой, и летом, и днем, и ночью, температура у поверхности планеты одна и та же. Настолько плотная атмосфера, что она выравнивает, как шуба, она выравнивает температуру. И примерно 462 градуса – это средняя температура венерианской поверхности. Парниковый эффект. А Земле страшен парниковый эффект? Чем плотнее атмосфера, тем он сильнее. Например, у Марса парниковый эффект есть, но он очень слабый. Марсианская атмосфера крайне разреженная. И он примерно на 8 градусов повышает температуру поверхности Марса. Все равно она очень низкая. На Земле парниковый эффект довольно заметен. Он в среднем повышает температуру нашей планеты примерно на 40 градусов. Сегодня температура Земли средняя по всем широтам и днем, и ночью. Плюс 15. А если бы не работал парниковый эффект, было бы минус 25. Представляете, по всей Земле глубокий минус. Выпал бы снег, Земля бы стала еще активнее отражать солнечное тепло, температура еще сильнее понизилась бы. Наша планета замерзла бы окончательно. Так что спасибо парниковому эффекту, на Земле он поддерживает комфортную температуру, а на Венере – адскую. Венера издалека выглядит очень красиво. А что происходит на поверхности? Ну, облака Венеры выглядят красиво, причем надо иметь в виду, что их фотографируют в разных спектральных диапазонах. Как правило, в ультрафиолетовом, потому что он более контрастную картинку дает. В видимом, в том диапазоне, на который наши глаза настроены, Венера довольно однообразная. Такой бильярдный шар, почти безструктурная облачная поверхность. Но вот инфракрасные лучи, они позволяют заглянуть вглубь венерианских облаков. Инфракрасный свет, он менее рассеивается частицами венерианской атмосферы, и мы можем заглянуть поглубже, в самое нутро облачного покрова. Вот недавно летал японский спутник, у которого была хорошая инфракрасная камера, специально нацеленная, как говорят, в окно инфракрасного излучения. То есть в ту область, для которой венерианская атмосфера наиболее прозрачна. И они заглянули внутрь. Картина потрясающая. Ночная атмосфера Венеры светится, она настолько горяча в нижних слоях, что даже ночью оттуда выходит инфракрасный, такой глубокий, темно-темно-красный свет. Жуткое впечатление. Но на поверхности довольно неинтересная венера. Она похожа на склоны земных вулканов. Вот кто был где-нибудь на Камчатке, может быть в Италии, там на Везувии. Склоны вулканов, они однообразны. Они покрыты натеками старой лавы, базальтами такими. И примерно так же выглядит Венера. Дело в том, что она вулканическая планета. Она горячая даже наверху, а уже на небольшой глубине в недрах она просто расплавленная. И там вулканы очень активно работают по всей поверхности. Мы даже слышали их извержения, когда на одном из наших посадочных аппаратов поставили микрофоны. И тогда записали даже звуки венерианской атмосферы. Ну а фотографии, конечно, показывают только несколько квадратных метров вокруг посадочного аппарата. Аппарат невысок, чуть меньше моего роста. Ну и на его вершине стояли телевизионные камеры, которые оглядывали примерно на расстоянии 20-30 метров поверхность вместе посадки. Ну вот что интересно. Нам, любознательным гражданам, в ту эпоху, когда летали советские аппараты на Венеру, конечно, показывали в журналах, газетах, по телевидению самые удачные снимки, самые четкие, самые лишенные радиопомеха. По радиоканалу, конечно, фотографии не очень хорошо передавались. Но за 20 часа работы на поверхности Венеры было получено немало фотографий. Примерно каждые 20 минут телевизионная камера осматривала поверхность вокруг места посадки. И все это хранилось в архивах, кстати говоря, не очень надежно, было заброшено. И несколько лет назад наш московский планетолог Леонид Васильевич Ксенфомолити, очень известный доктор наук, он собрал весь материал, с трудом нашел его, разыскал и проанализировал, как выглядят одни и те же места, осмотренные через каждые 20 минут при очередном повороте телевизионной камеры. И ему показалось, правда, в это не все готовы поверить, но ему показалось, что время от времени на одних и тех же площадках вдруг появлялось, а потом исчезало какое-то изображение. И он выдвинул гипотезу, что это проявление жизни на Венере, что какие-то организмы поднимали голову из-под венерианского грунта, осматривали, что это там на них свалилось сверху на парашюте, а потом опускались и пропадали обратно под грунтом. Трудно сказать, это фантазия или это реальность, потому что действительно очень много радиопомех на этих изображениях, и иногда можно принять какие-то кусочки, зашумленные помехами, за изображение какого-то нового объекта. Но Леонид Васильевич опытный планетолог, и некоторые ученые доверяют его интуиции. Это, в общем, на уровне интуиции, конечно, высказана гипотеза. Леонид Васильевич в прошлом году ушел от нас, он был уже очень немолодой человек, но идея осталась. Эту идею, конечно, надо проверять. Все понимают, что жизнь нашего земного типа, углеродно-водная жизнь на поверхности Венеры невозможна. Но, может быть, есть какие-то другие формы жизни, может быть, более теплостойкие, и это надо проверить. Это очень интересная идея, и она заслуживает того, чтобы ее проверять. Совсем скоро Владимир Сурдин расскажет о том, что удивительного нашли на Венере. А пока важный момент. Каждую неделю Неземной подкаст выходит на нашем канале на платформе YouTube. Если вы смотрите это видео на других сайтах, чтобы не пропускать новые и свежие выпуски, найдите нас на YouTube. Это просто. Вбейте в поиск YouTube Неземной подкаст с Владимиром Сурдиным. И нажмите подписаться и колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новых выпусках. А сейчас следующий вопрос. На фотографиях Венеры обнаружили животных и растения? Леонид Васильевич, как любой первооткрыватель чего-то, должен был дать название, имена. Первое, что мы даем новым объектам, это какие-то обозначения, имена. Но он был человек романтический, склонный скорее к поэзии, чем к сухой науке. И он давал этим изображениям имена знакомых ему существ. Там есть сыч, такая вот воронаобразная нечто. Там есть скорпион. Там есть даже, по-моему, роза или какое-то... А, лилия. Такое изображение, похожее на цветок на тонкой ножке. Вот все это можно найти на сайтах. И в моих лекциях я это показываю. На сайтах, где Леонид Васильевич читает лекции. Он очень хорошо, кстати, как лектор выступал. Поэтому за название он, конечно, не отвечает. Это чисто его фантастические придумки. Но за сам факт того, что что-то появлялось, он был готов нести ответственность. Дело в том, что он один из создателей радиоприборов, летавших тогда на Венеру. То есть он реальный участник этих событий. И он очень хорошо представляет себе... Представлял возможности той электроники, которая была на посадочных аппаратах. И в этом смысле мало кто мог соперничать с ним с пониманием того, что может быть помехами, а может и не быть помехами, а быть реальным изображением. Леонид Васильевич даже сделал такой небольшой прибор. Грозоотметчик. То есть радиоприемник широкого диапазона, который должен был фиксировать молнии в атмосфере Венеры. Если есть вулканические изображения, обязательно будут молнии. Потому что над вулканом поднимаются мощные потоки воздуха, выбрасываются в стратосферу. Ну и грозовые явления, естественно. Мы знаем, над вулканами всегда гремят грозы. А потом перевел их в аудиодиапазон, и мы теперь можем прослушать эти молниообразные вспышки в виде звуковых явлений. Послушаем, как звучит Венера. Буквально несколько секунд. Правда ли, что на Венере недавно нашли признаки жизни? Попытки опуститься на поверхность Венеры довольно долго продолжались, но в конце концов прекратились. Советские аппараты в 1985 году в последний раз опустились на поверхность Венеры. Американские чуть раньше один раз попытались это сделать, но только исследовали атмосферу, а на поверхности не смогли надежно работать. И все, и больше никто туда не летал. И постепенно Венера как-то уходила на второй план по сравнению с более интересным, как нам казалось, Марсом. В последние десятилетия Марс приковывал к себе внимание, а Венера оставалась как бы наполовину исследованной и заброшенной планетой. К ней время от времени летали европейские и японские аппараты, но они не садились, даже не проникали в атмосферу, а только издали исследовали ее верхние слои. Но в последние годы совершенно неожиданно Венера вдруг привлекла внимание в связи с тем, что она в каком-то смысле испытательный полигон для будущих наших исследований экзопланет. Дело в том, что экзопланеты очень далеко, и нужны особые методы для их исследования. Экзопланеты, а не у других звезд. И эти особые методы как раз предлагает нам Венера. Во-первых, время от времени сама Венера проходит на фоне Солнца. Солнечные лучи просвечивают ее атмосферу, и таким образом в спектре солнечного света появляются спектральные линии венерианской атмосферы. И мы это... Когда-то наш великий Ломоносов так открыл атмосферу у Венеры, когда она проходила на фоне Солнца. И в этом смысле она как модель работает для тренировки будущих экзопланетных исследований. Но буквально в прошлом году появилась идея о том, чтобы смотреть на экзопланеты с помощью радиоастрономических приборов и попытаться зафиксировать радиоволны, идущие от молекул в этих экзопланетных атмосферах. Ну, значит, надо было как-то попробовать это. На чем? На Венере. И в начале нынешнего года, в конце прошлого, в начале нынешнего, направили микроволновые радиотелескопы, которые работают в диапазоне примерно 1 миллиметра, длина волны около 1 миллиметра, чуть больше, чуть меньше, на Венеру. Просто, чтобы потренироваться, посмотреть, а как это вообще можно в таком диапазоне смотреть на планеты. И вдруг оказалось, что в атмосфере Венеры есть линия довольно редкого химического элемента, хотя очень простого. Фосфина. Это фосфор H3. Такая элементарная молекула из трех атомов водорода и атомов фосфора. Но откуда он мог там взяться? Проанализировали все источники. И венерианские вулканы, и грозы на Венере. Они, в принципе, тоже могут какой-то диосинфа сделать. И ультрафиолетовый свет, идущий со стороны Солнца. Оказалось, что да, в каком-то низерном количестве фосфин может возникать из-за этих источников. Но далеко не в таком, как он наблюдается на самом деле. И тогда единственный источник фосфина предложили биологи. У нас микросообщество микробов, живущих в бескислородной среде, ну, например, на дне водоемов, где-нибудь на дне болот, они вырабатывают фосфин. Иногда он даже поднимается над болотом. И вот те болотные огни, которые такие голубоватые иногда по ночам над болотом видны, это фосфин сгорает в кислородной атмосфере, ну, в нашей атмосфере, богатой кислородом, окисляется. Так вот, теперь источником фосфина считается жизнедеятельность микробов. Но какие микробы могут быть при температуре 460 градусов? А фосфин наблюдается не у поверхности, а в верхнем облачном слое. А какая там температура? Около нуля по Цельсию. А какое там давление? Около одной атмосферы, так же, как у нас в этой комнате. Но единственное препятствие, как оказалось, для жизни в верхних слоях облаков Венеры, это мелкие капельки концентрированной серной кислоты, с которой состоят облака. Но биологи говорят нам, что в такой среде, это кислая среда, не очень приятная, но в такой среде многие микроорганизмы на Земле живут и прекрасно себя чувствуют, размножаются. То есть это не препятствие. Таким образом возникла идея, что там в верхнем слое венерианских облаков процветает жизнь. Правда, между радиоастрономами пока нет согласия. Две группы радиоастрономов двумя разными радиотелескопами видят, ну, как им кажется, видят спектральные линии фосфина, а третья группа возражает, что если видны одни линии, то должны быть и все остальные линии излучения этих молекул. Точнее говоря, это линии поглощения, но это не имеет значения. Снизу идет яркий свет, а фосфин его перехватывает, линии поглощения. Но не все линии фосфина видны. Может быть какая-то эта особенность венерианской атмосферы. В общем, это стало так интересно, что на Венеру теперь стали смотреть радиотелескопами все чаще и чаще. И буквально два месяца, полтора месяца назад нашли еще одну молекулу, которая может намекать на жизнь. Это глицин. Глицин очень простая молекула, там 10 атомов, но это аминокислота, одна из 20 аминокислот, из которых сложены белки наших организмов. Белок это строительный материал наш, это вообще рабочее вещество в нашем организме, не только в нашем. Вся жизнь на Земле основана на белках, а белки на именно кислотах. Аминокислота это кирпичик жизни. И глицин наиболее простой, но все-таки кирпичик жизни. Правда, надо сказать, что глицин довольно распространенная молекула. Он есть в межзвездных облаках, он замечен в кометах, когда комета испаряется в солнечных лучах, там тоже иногда встречается излучение глицина, так что в каком-то количестве он мог быть занесен со стороны в венерянские облака, но тоже в небольшом. И очень хочется верить, что глицин и фосфин говорят о жизни в облаках Венеры. Это было бы замечательно. Новые открытия подтолкнут изучение Венеры. Я надеюсь, что эти открытия подтолкнут полеты к Венере новых зондов. Дело в том, что нет большого смысла повторять прошлые эксперименты. Посадка на поверхность Венеры и работа там в течение часа, ну максимум двух, она не оправдывает затраты на такой дорогостоящий эксперимент. Гораздо более интересными были бы полеты в атмосфере Венеры аэростатов, которые при низкой температуре, царящей в верхних слоях атмосферы, могут многие сутки работать. Я напомню, был такой эксперимент. Именно в 1985 году последние два советских зонда Вега-1 и Вега-2 выпустили аэростаты в атмосферу Венеры. Они несколько суток летали и практически облетели всю планету. Это был замечательный эксперимент, но очень примитивный. И там самые простые метеорологические приборы были на борту. А теперь уже надо располагать там, конечно, биологические приборы. Ну и хотелось бы поработать на поверхности в течение не часов, а ну хотя бы нескольких суток. Есть такой проект Венера-Д, то есть долговременная станция на венерианской поверхности. Может быть даже подвижная, то есть Венера-Ход. Проект есть, денег нет. И нет согласия между главными участниками этого проекта, Россия и США. Дело в том, что мы очень хорошо научились делать механическую часть венерианских зондов. А у американцев есть хорошая электроника, которая при высокой температуре работает. Объединив эти два достижения, можно было бы сделать долговременную станцию на Венере. Например, сотрудники Института космических исследований в Москве, в содружестве со своими американскими коллегами давно уже работают над таким экспериментом, над созданием такого зонда. Людмила Засова, например, с нашей стороны руководит этим проектом, доктор наук. Но проект как-то очень медленно развивался в основном по причине наших политических разногласий с американцами. Вот это очень обидная сторона, которая мешает научным исследованиям. Но я думаю, что теперь, увидев насколько интересна Венера как возможное прибежище жизни, этот проект обретет новый импульс и быстро будет закончен. И мы увидим на Венере, в атмосфере Венеры и на поверхности новые научные приборы. Почему и Венера, и большинство объектов на ней названы женскими именами? Это традиция? Ну, конечно. Причина заключается в том, что большинство названий на планетах и спутниках планет до этого момента, до того, как стали географические названия на Венере давать, были мужские. Это понятно. В основном в средние века и до них, и в последние века мужчины занимались наукой, и они в честь себя, в честь коллег, в честь прославленных ученых называли планеты, а, вернее, не планеты, а детали на поверхности планет, какие-то кратеры в основном на Луне. Скоро Владимир Сурдин продолжит свой рассказ, а пока интересный факт. Возможно, на Луне есть и ваше имя. 12 лунных кратеров, расположенных на маршруте советского лунохода-1, были названы по именам людей, которые управляли аппаратом. Альберт, Боря, Вася, Валера, Витя, Гена, Игорь, Костя, Леонид, Слава, а также Коля и Николя. Нет, это не француз, просто в экипаже было два Николая, а повторяться в названии не хотелось. Кстати, мы готовим выпуск о луноходе, подписывайтесь на неземной подкаст в Ютубе, и чтобы не пропустить этот и другие интересные эпизоды, нажмите колокольчик под этим видео. Вернемся к тому, откуда взялись названия на Венере. Слово астроному Владимиру Сурдину. Когда Международный астрономический союз получил первые радиолокационные карты Венеры, ясно было, что единственная планета женского имени должна и географические названия на себе носить тоже в честь женщин. И было решено на международной конференции, такой раз в четыре года бывает съезд Международного астрономического общества, что будут выбраны женские имена из мифов, из сказок, из числа прославленных женщин, ныне живущих и в прошлом живших. И таким образом единственное имя мужского типа, которое оказалось на Венере, названо в честь человека, благодаря которому географическая карта Венеры была составлена. Поскольку Венера покрыта облаками, то география ее выяснилась только с помощью радиолокации. Радиоволны, их открытие, их прогноз был сделан благодаря работам Джеймса Клерка Максвелла. Уравнение Максвелла описывает распространение радиоволн. Но единственная гора, наивысшая вершина на Венере названа именем Максвелла. Точнее, это горная провинция такая, типа нашего Тибета. Вот это горы Максвелла, как раз высотой 11 километров, то есть чуть выше, чем на Земле. Они носят имя мужчина. А все остальные имена женские, причем самые забавные. Там есть Снегурочка, Баба-Яга, Терешкова. Ну, в общем, из сказок и из жизни женщин взяли. Если бы нам удалось попасть на Венеру, что бы там стоило посмотреть? Если бы я планировал полет на Венеру, то, конечно, я в первую очередь выбрал бы место посадки. Например, мы знаем, что поднимаясь в горы, мы ощущаем все больший холод и на вершине Эльбруса, а еще сильнее на вершине Эвереста холод невероятный. В долине плюс 40, а на вершине минус 50. Значит, есть смысл опустить космический зонд на вершину Венерианской, наиболее высокой горы. Например, на пик Максвелла. И тогда космический зонд сможет проработать намного дольше, чем в нижних областях Венерианской атмосферы. Это первое. Что мы увидим? Впечатление будет необычное. Прежде всего, мы увидим горизонт, который как-то загибается вниз. Если вы помните, в нашей земной атмосфере тоже есть явление атмосферная рефракция. Приходя к нам в наши глаза, луч света издалека преломляется в плотных слоях атмосферы. И мы видим даже на земле в нашей не очень плотной атмосфере немножечко под горизонт. Вот, например, когда вы на открытой местности в степи или на морском побережье видите, как солнце, солнечный диск ушел, только что опустился за горизонт. Знаете, что он давно уже опустился за горизонт, уже несколько минут, как его не должно было быть видно. А вы его все время наблюдали эти несколько минут, потому что лучи света изгибались в плотных слоях атмосферы. Вы как бы заглянули немножечко под горизонт. На Венере это намного более сильное явление, там плотная атмосфера, и там вот как-то глядя за горизонт, можно будет увидеть намного дальше. И впечатление будет такое, что вы стоите как бы на дне тарелки, и ее края поднимаются над вами со всех сторон. И немножечко так вот такое странное впечатление, как будто вы все время в глубине некто гигантской долины. Но при этом горизонт края этой тарелки намного дальше, чем он мог бы быть при отсутствии атмосферы. Ну, в общем, такое странное. Конечно, глядя вверх, мы на Венере никогда не увидим звездного неба. И даже солнечный диск мы не увидим. Ну, так же точно, как в облачную погоду на Земле, мы видим, что наступил день, но мы не можем точно показать, в каком месте на небе сейчас находится солнце, его лучи рассеиваются облаками. Еще сильнее этот эффект на Венере, и где-то там, наверное, над нами солнце, но мы точно не укажем направление. Никогда звезд просто никогда не увидим. Звездное небо над нами будет, его не будет на Венере, будет просто чернота. И даже не совсем чернота. Знаете, как это будет выглядеть? Ночью облака будут выглядеть примерно так, как гуляя по центру большого города, мегаполиса, например, Москвы, мы видим облака у себя над головой. Они подсвечены уличными фонарями, вот этим желтоватым светом наших фонарей, и они светятся таким оранжево-желтым светом. Вот на Венере, конечно, нет фонарей, там пока еще никто их не установил, но сами облака светятся от высокой температуры, и ночью будет такое темно-оранжевое свечение у нас над головой. Две ближайшие к нам планеты Венера и Марс? Где больше шансов найти жизнь? Я думаю, что все-таки наибольшая вероятность найти жизнь на Марсе, потому что там есть места, где она может устойчиво сохраняться. Даже если в облаках Венеры, в каком-то слое, жизнь может зародиться, я с трудом представляю себе, что она там может сохраниться, потому что облака постоянно перемешиваются, и те слои, которые при комнатной температуре некоторое время пребывают, потом опустятся вглубь, и любое живое существо там просто сварится. Мне трудно поверить, на самом деле, что на Венере есть жизнь. Мне кажется, это неоправданный оптимизм, а на Марсе я просто могу указать, где надо искать жизнь, в каких местах Марса ее вполне можно найти. это марсианские пещеры, там отсутствует радиация, которая довольно опасна на марсианской поверхности, там есть жидкая вода, пусть она не особенно чистая, но есть, там нет колебаний суточной температуры, дня к ночь, в пещерах всегда ровные температурные условия, и с моей точки зрения, да и не только я так думаю, большинство ученых так думает, что в марсианских пещерах вполне пригодны для жизни условия, именно там ее надо искать. Спасибо Владимиру Сурдину за интереснейший рассказ о Венере. Это был Неземной подкаст Владимира Сурдина. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме. Производство студии подкастов Картавы продюсер. субтитры создавал ODS